Окей. Наверное, стоит сделать какое-то объяснение для тех, кто не в теме. Короче. Голос хаста. Но сейчас говорю я МОЦ. Один из стульб НО. Окей? В прошлом году я выпустил на свой день, на 1 апреля, свой подкаст. Свой первый подкаст. Однако в этом году я думала, что я не буду выпускать подкаст, потому что мне особо не о чем было говорить. Ничего не изменилось. Люди меня все так же бесят. О девушке я все так же переживаю. О чем записывать подкаст? Но в последнее время очень много всего навалилось, каких-то размышлений. И появилось желание записать подкаст. Извиняюсь, что столько размышлений появилось уже после моего дня, а не до. Поэтому этот подкаст я выпускаю чуть позже. Позже обычного. Не на 1 апреля. Записываю я 13 апреля. Выйдет хер знает когда. Скорее всего. Ну, где-то, наверное... Дайте подумать. В субботу, воскресенье. Это 17-18 апреля. Вот где-то в этих числах. Вот. О чем я хотел поговорить? В этот раз я не пишу ночью и не пишу в максимально убитом состоянии, как вы, наверное, можете слышать по моему голосу. По моему интонациям... В этот раз у меня есть план. Даже о чем говорить. И я хочу сейчас еще открыть одну штуку. У меня одна штука была прям выписана отдельно. И в этот раз у нас будет не чай. В этот раз у нас будет энергетик, который мне везут. Я заказал. Потому что... Немножечко-немножечко такое соненькое состояние. Хотя сейчас 3 часа дня. Но что-то вдруг вот начало тело осламнивать. Так что хост вела урок. И просто посреди урока тело начало уклонить сон. Непонятно почему. Абсолютно. Так. О чем я хотела поговорить? А. На фоне, короче, скетч хоста. По мотивам песни. Here comes a thought. It's Steven Universe. Это вот примерно то, что происходило. Не, ну я реально типа сидел и слушал после некоторых конфликтов, после некоторых событий. Сидел, слушал эту песню и просто... А. До слез. И под эту песню очень хорошо прорабатывать какие-то свои штуки. Напевать ее, слушать. Может быть я поставлю на фон какие-нибудь... Эти... Каверы на эту песню. На фон. Которые не заблокируются Ютубом. Надо будет поискать. Может не поставлю. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Первое, о чем я хотела поговорить, это моя экстравертность. Раньше я считала, что это абсолютно хорошая штука. Что может быть плохого в экстраверсии? Но! Есть такая херня, что когда ты экстраверт, у тебя есть потребности социальные, которые гораздо выше, чем у амбивертов, коим является мой хвост. И когда ты экстраверт, тебе надо общаться с кем-то часто. И когда у тебя этого не получается, ты гораздо сильнее, гораздо больнее воспринимаешь какие-то вот такие штуки, когда тебе обрубают просто контакт с какими-то людьми. И когда ты просто не можешь уже общаться с какой-то частью своего бывшего круга общения, это прям заметненько бьет по состоянию. Ты просто... Пару дней я находился в каком-то просто шоке. Что, типа, что произошло? Как... Как... Как жить дальше? Ну ладно, не прям как жить дальше, но что делать дальше? Как общаться? Мне вот в других частях моего круга общения... Совсем там другое общение происходило. Что делать? Ну ничего, ничего. Ничего страшного. Вот. Тебе хочется друзей. Тебе реально хочется друзей. Не просто как какую-то поддержку, не просто как какую-то помощь. Тебе просто хочется друзей, с которыми ты можешь тусить, с которыми ты можешь общаться, опять же. И когда у тебя не получается составить этот круг общения из суперобщительных каких-то друзей, веселых, интересных. Это тоже неприятненько. Тоже такое состояние начинается не очень хорошее. И ты, опять же, очень так болезненно начинаешь переносить все такие отказы. Вторая вещь, о которой я хотела поговорить, это двойные стандартики, что ли. Не знаю, как это обозначить. Восприятие. Восприятие другими. Нас, как тульп, как хоста. Вот вы, наверное, думаете, что вот вы и общаетесь в тульпо-сообществе. Там все секут фишку. Все понимают, в чем дело. И никаких проблем нет. Это не совсем так. Недавно я понял, что даже в тульпо-сообществе, даже тульпы иногда могут очень плохо отделять хоста от его тульп. То есть, например, сказал какую-то херню, сморозил. Я, а вот чел, хотя он и сам тульпа, но он воспринимает всю систему, мы так называем, всю систему, хоста с тульпами. Но он воспринимает всех. Вот раз один, так сказал, значит, такое у всех отношение просто плюс-минус немножко по-разному. Хотя даже когда ты ему объясняешь, смотри, у нас совершенно разные на это взгляды, совершенно разные отношения. Но вот если чувак обиделся на одного, там на тульпу, на хоста, то это обидно начинает распришаться на всю систему. Или если один где-то что-то сказал, как-то интересно себя повел, то негативная эмоция, которая возникла, она возникает не только к тому, кто это сказал или сделал, но опять же ко всем. Какой-то армейский подход начинается, на косячил один отвечают все. Это неправильно, это глупо, это смешно, но это существует. Это очень нелепо смотрится, повторюсь, когда ты общаешься с чуваком, он тульпа, но при этом он говорит, что нет у меня к вам ко всем такое отношение, несмотря на то, что типа вот вы разные. Но у меня отношение ко всей системе и так ко всем. В общем, я тут подумал, что типа да, это глупо, так глупо относиться, всех вот так вот грести. Но глупых людей, глупых тульп, как правило, больше. И возможно, мне стоит быть поосторожнее в каком-то своём поведении, в каких-то своих выражениях. Потому что глупые массы, когда становится идеальное построение предложения, когда глупые массы становятся разъярёнными, например, если я кого-то выбишу, и этот кто-то будет мыслить как тот наш знакомый, то он будет взбешён на всех нас. И повторюсь, глупых людей, как правило, больше. И глупые массы способны творить ужасные вещи. И вот если вот эти разъярённые глупые массы захотят сделать что-то больно мне, они в итоге сделают больно ей. Блядь. Ей, а не мне. Хотя отвечать за какой-то, например, свой проступок должен только я. Она должна отвечать только за свои какие-то проступки и так далее. Так с каждым, кто делит это тело. Но вот из-за таких людей... Просто уже невозможно нормально существовать. Из-за таких людей, возможно, мне придётся как-то, да... Иногда снижать обороты. Мне, в принципе, ну, не хочется как-то уходить во что-то плохое. Но это как такая дополнительная причина, почему. Возможно, где-то придётся... Не знаю, где-то меньше что-то говорить. В каких-то кругах, потому что, повторюсь... Теперь я понимаю, что таких, как вот тот чел, может быть, много. Если им что-то не понравится, пострадают все, а не только я. Такие дела. Ну, как обычно, телеграм-канал, конечно, останется моим островком свободы. И всё такое прочее в этом духе. Там ничего никогда не цензурится и не будет цензуриться. Это точно. Вроде бы это всё, что я хотел обсудить, всё, что я хотел затронуть. Получилось очень быстро в этот раз. Получилось очень немного. Немного словно. Ну, я думаю, общую... Какие-то мысли вы поняли. Блин, наверное, надо было писать раньше этот подкаст. По более свежим каким-то эмоциям и воспоминаниям. Тем не менее, я прям расписала одну из мыслей очень подробно в телеге. Так что советую зайти и ознакомиться. Если будут какие-то вопросы в тему того, что я здесь озвучил, какие-то впечатления, то я в комментариях буду отвечать на это всё. Надеюсь, вам было интересно послушать, в общем-то. И... Увидимся в блоге. Увидимся в телеге. Увидимся. Думаю, в следующем году я всё-таки тоже выпущу подкаст. Я не знаю. Посмотрим. Может быть, в следующем году я выпущу его всё-таки вовремя. Именно на свой день. Именно на 1 апреля. Подумаем. Подумаем, навалятся ли какие-то темы. Не навалятся. В общем, да. Быть экстравертом не так уж и легко, как могло показаться, не так уж и хорошо. Свои минусы есть. Может быть, это просто я такой восприимчивый. Не знаю. Может быть, это не в экстраверсии дело. Но, блин, я охренеть, как люблю общаться. Короче, можете мне всегда писать в ЛС. Звать куда-то гулять. Конечно, не факт, что мы очень сразу будем свободны. У хоста достаточно такой график плотненький. Но посмотрим, что можно придумать. Можно какие-нибудь сходачи устраивать. Не знаю. Блин, прикольно, короче. Вот. Кстати, я вот подумываю, может быть, устроить Тайного Санту в конце этого года. Просто тот круг людей, в котором я участвовала в этой штуке, мне оборвали. Мне оборвали половину общения недавно. Я имею в виду, тот чел оборвал. Потому из-за своей какой-то непонятной... Ну, ладно, понятной обиды, но очень странной. Короче, давайте вместе тусить, давайте вместе устраивать какие-то интерактивы. Что думаете по поводу Тайного Санта? Есть ли еще какие-то предложения? Можете ли вы как-то дополнить мои мысли сегодняшние? Вот. Обо всем пишите. В общем, ЛС, кстати, всегда открыта. Я, в принципе, приветлив. Иногда я могу быть чем-то раздражен. Если мне человек не нравится, я как бы могу это показать. Но обычно я нормально отвечаю, если мне все нравится, все классно, мы общаемся и так далее. Вот. И, ну да, да, пока. Я вспомнила, что еще хотел сказать. Но вспомнила это уже, когда записала основную часть подкаста. В общем, у меня есть одна интересная деталь, что я могу слишком увлекаться каким-то своим образом поведения. И иногда я могу увлечься. Особенно, когда идет спор о борьбе за правое дело. Особенно, когда я вижу обидчика и так далее. Секундочку, сейчас вернусь. Секундочку, сейчас вернусь. В прошлом ролике у нас был звук наливающегося чая. В этот раз у нас будет звук открытия энергетика. О чем это я? О чем это я? В общем, да. Я могу иногда увлечься. И последний раз, когда я увлекся каким-то своим образом в споре, я об этом очень сильно пожалел. Я об этом очень-очень сильно пожалел, потому что начал перегибать. Я начал откровенно перегибать и превращаться из просто, ну, чувака с игривой манерой спора в какую-то просто мразь конченую. Я нащупал грань. Я нащупал, где она находится. И мне просто отвратительно, как жаль за некоторые свои слова. Ну, неважно даже, кто был прав, я был прав, они были правы. Ну, вообще, каждый, наверное, со своей стороны был отчасти прав. Всех можно, как всегда, всех можно понять. Все все понимают. Хотя вряд ли они понимают. Вот, в общем, я нащупала эту грань и потом еще добил свои выводы тем, что, ой, а вот по моему поведению некоторые могут судить сразу всех. Грустно. Осторожнее надо быть, да, осторожнее. И есть еще такая интересная деталь, с которой я, наверное, тоже больше не буду перебарщивать. Хост, в принципе, рассказывала об этом, когда давала интервью Кутусову, что я, если кто-то очень сильно, если я чувствую угрозу от какого-то обидчика, если я понимаю, что нет смысла, ну, больше думать об этом всем, она все продолжает думать и думать, начинает себя накручивать, начинает на себя как-то давить. А человек этих переживаний абсолютно не стоит. И эти переживания только мешают. Они мешают что-то дальше делать. Все равно, в конечном итоге, никто ничего не будет объяснять. Тебя этот человек больше, ну, не хочет с тобой общаться, он не будет тебе ничего объяснять. Ты ничего не понимаешь, ты пытаешься найти объяснение. Но ты можешь строить только какие-то свои теории, которые в конечном итоге только тебе же самой делают плохо. Когда я такое вижу, я просто отключаю эмпатию по направлению к этим людям. И мысли хоста больше не посещают об этих людях. И ей становится равнодушно к этим людям. Что я считаю, в принципе, правильно. просто иногда кажется, я могу с этим переборщить, потому что я же сам к этим людям не испытываю, ну, ничего. Если для нее это просто равнодушие, то в моем случае я к некоторым, не ко всем обидчикам, к некоторым, которые особо жесткие, которые могут себя вести как-то по-варварски, не знаю, в общем, представляют угрозу. Естественно, я к нему начинаю относиться, ну, реально, как к неживым каким-то штукам, которые просто представляют угрозу и что-то пытаются доказать. Короче, это неправильно. Вот. Я с этим переборщиваю иногда. И надо тоже не переборщивать мне конкретно с этим и оставлять место чувствам даже к таким каким-то абсолютным каким-то опять же, обидчикам. Я за этот подкаст, наверное, много раз произнес слово обидчик. Просто это же не просто какие-то тупые хейтеры. Это тупые люди, но это не просто хейтеры. Это люди, которые реально хотят что-то сделать, блядь, что-то хуёвое. Я не хочу, чтобы кто-то делал нам что-то хуёвое. Значит, надо что? Надо противостоять. Но когда ты противостоишь, не надо превращаться в конченную бразь. Вот такие дела. Короче, да, я научился этому механизму отключению из лишней эмпатии, которая присутствует у хоста, но это немножко может плохо сказаться на мне самом, поэтому мне стоит наоборот как-то сбавлять обороты. Потому что в конечном итоге я могу подвергнуть опасности всех. Вот теперь точно всё. Да. Кстати, самое весёлое, что тот, за чьи слова перед кем мне жаль. Я даже не могу извиниться, потому что он вообще теперь не хочет идти ни на какой контакт. Но похуй. Главное, с другими не напортачить, с другими, с кем я буду общаться в дальнейшем. Если это будет обидчик, я теперь знаю, как себя грамотнее вести в этой ситуации. Вот. Вот теперь точно всем покаки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!